всем привет с вами снова или на и сегодня я снимаю видео по запросу о своих тенях если это вам интересно то тогда оставайтесь со мной если вы уже давно смотрите мои видео вы наверное знаете что мои любимые тени это такие вот это тени от victoria's secret они называются нейтрал экзотикс ай полет и в общем это такая популярная популярные цвета которые очень многие я знаю что используют такая палеточка вообще мой бестселлер в общем то что я просто использую каждый день не только как тени также и для бровей и как хайлайтеры и в общем иногда могу как бронзер использовать в общем это просто незаменимая палетка для меня она уже затертая до дыр как вы видите но я бы всем рекомендовала если где то есть victoria's secret у вас и я не уверена что до сих пор еще продают эту палеточку но в принципе тени мне у них очень нравится поэтому конечно рекомендую еще одна палетка от victoria's secret когда-то она была очень красивая сейчас уже не настолько потому что конечно прилипает всякая грязь к этим блесткам вообще у меня все палетки выглядят очень красиво потому что зеркала у них очень легко бьются поэтому все без зеркал вот такая вот палеточка такие вот тени я очень часто здесь пользую такие вот черные тени с блестками также какие-то темно-фиолетовые такого цвета баклажана тени розовый темно-синий темно-зеленый в общем тоже такая палеточка в принципе с такими оттенками которые часто можно использовать и также мне нравится качество в общем-то поэтому я люблю тени в старости как я уже сказала вообще очень это фильм вообще у меня все тени в очень таком не очень красивом состоянии вот такая еще одна палетка эта палетка под h&m она у меня вот такая раздолбанная ей уже не знаю все сколько лет наверное лет четыре может четыре года такие вот тени тоже некоторые затертый дыр мне нравится тем что тут очень много оттенков в принципе лежат они тоже неплохо и чем демо мне вообще нравятся тени мне кажется что они очень бюджетные при этом неплохо лежат на глазах не скатываются и в общем то очень мне они нравятся у меня еще было по моему две палетки от h&m но я к сожалению их расколотила вот это единственный минус пожалуй что они очень легко бьются если вы где-то что-то уроните очень возможно что эти тени у вас просыпется поэтому вот это единственная выжившая из всех h&m ских палеток но палитра цветов очень разнообразная поэтому тоже рекомендую попробовать такой бюджетный вариант в принципе очень классный есть у меня еще такой вот набор audio и здесь тоже есть тени у меня такое все запыленное не обращать внимание а вот это вот тени которые здесь есть а также очень много я использую здесь белые перламутровые тени но и такие темненькие тоже на использую я не скажу что мне очень сильно нравятся эти тени потому что здесь такие какие-то оттенки знаете немножко ни о чем что ли сказать сейчас я попробую вам показать эти оттенки не знаю видно вам или нет короче вам ничего не видно в общем такие цвета которые не сказать что красивые не сказать что нужны какие-то ни о чем цвета и я не скажу что они какие-то особенные тени несмотря на то что это dior вообще я к ним спокойно очень редко их использую на самом деле и вообще такие наборы я зареклась покупать как-то раньше мне охота была совсем такие наборы покупать но они занимают очень много места и как правило всем ты не пользуешься из этого набора и он больше места занимает а то же в очень многих видео я показывал такую вот палеточку это фирма алвендор цвет 0 4 этой палетки не очень красивые цвета они какие-то полукремовый но в то же время и сухие я не знаю даже как назвать консистенции у нее очень такие яркие оттеночки голубого металлик такой в общем очень красивые тени просто их обожают тоже очень часто ими пользуюсь и очень красивые тени единственное что я не знаю где их можно купить я их покупала вообще у себя в городе озерский но сейчас их там уже нет такого оттенка конкретно такой палетки поэтому я не знаю если кто-то где-то их видел вам повезло потому что тени они очень дешевые они стоили в пределах рублей 200 очень красивый очень хорошо держится очень яркие насыщенные очень нравится в тени а очень я люблю тени которые блестящие металлик вот недавно приобрела такие тени от кико золотистого цвета кого-то них оттенок я не знаю как фокусировать фокус на том что нужно надеюсь что вам что-то видно такие вот тени потом очень нравятся тени пупа к сожалению они недавно у меня разбились поэтому сейчас попробуем показать свет тоже очень такие блестящие особенно если влажное нанесение очень просто блестят но они вот видите у меня немножко просыпаны поэтому сложно их показать они запеченные и лежат конечно очень красиво просто классно особенно если вы где-то на море вы загоревшие очень красиво смотрите на кожу такие вот есть тени от шерри машери они у меня уже заканчиваются один цвет уже вообще уже закончился вообще тени красивые по моему они тоже были запеченные то есть такие блестящие при влажном нанесении тоже сверкают очень красиво красивый в общем тень хотя их покупала вообще не кажется даже как бронзер хотя на бронзер они не тянет этот цвет номер 703 brilliance еще одна моя покупочка недавняя это фирма make up studio я покупала их в голландии покупала их если честно как тени но вообще это румяна вот такого оттеночка они то есть они такие оранжево-золотые какие-то я не знаю и в общем они тоже такие довольно таки красивые но их нужно наносить тоже влажным нанесением иначе они будут недостаточно яркие пигментированы или как называется поэтому короче важное занесение есть у меня еще одни блестящие тени на нем на голландии остались поэтому не могу показать ну и есть конечно даже шанель тени я купила в том году тоже на сертификат на свой день рождения вот такие вот они кажется на них даже фокус был они очень красиво смотрелись на витрине я искала блестящие тени тогда и они были супер блестящие но когда я купила начала уже пользоваться в жизни они конечно не настолько уж и блестят сейчас я вам покажу оттенки такие немножко короче ни о чем цвета не очень яркие не очень блестящие они с первым утром конечно но не то что там какие-то запеченные красивые тени поэтому если честно я мне кажется я бы не советовала их покупать от себя потому что тех денег что они стоят они не стоят мне кажется красиво в них я особо ничего не вижу конечно не пользуюсь постольку поскольку они меня уже есть но они мне особо не нравятся но недавно мне пришли вот такие вот тени от арт визаж я их еще не распаковывала хочу снять отдельное видео про эту косметику поэтому в скором времени вы увидите как они смотрятся на мне но еще пока что не сейчас но в принципе стене это все основные тени которыми я на данный момент пользуюсь у меня в голландии осталось несколько каких-то теней но я их не стала брать потому что я ими не пользуюсь есть у меня палеточка с блестками где просто блестки разных оттенков я ее не очень люблю потому что она жирная и когда наносишь эти блестки жирные потом начинает все скатываться навеки в общем я это не люблю поэтому вот то что основное у меня есть то чем я пользуюсь я вам показала единственное что я бы могла еще показать вам тени заменитель потому что бывает в макияжах какие-то яркие оттенки которых у меня нет и вместо этого я могу использовать например румяном то есть такого то у меня есть ярко розовый красивый оттенок причем он очень пигментированный поэтому его нужно просто вот чуть 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 еще сдуть кисточки в общем он очень медленно тратится это H&M pink dahlia это румяна но я их тоже иногда пользую как тени и также H&M румяна вот такие вот по-моему это коралл называется оттенок и я тоже его использую как тени иногда почему бы нет ну иногда я использую свой бронзер тоже как тени если мне нужно какие-то оранжево-коричневые тени и у меня их нет и я пользую свой бронзер тоже как тени поэтому в принципе очень много какую косметику можно использовать вместо тени если у вас какого-то оттенка нет почему бы нет пользуюсь всем то что у меня есть и лишнее сейчас я уже особо не покупаю раньше у меня была такая фишка я накупала всего у меня это все лежало сейчас я покупаю то что мне действительно хочется и то чем я буду пользоваться поэтому вот я надеюсь что вам было интересно посмотреть это видео напишите какие тени нравятся вам больше всего возможно вы мне что-то посоветовать можете или какие то у вас есть такие же тени как у меня и у вас другое мнение на их счет я не знаю подписывайтесь на мой канал ставьте ваши лайки и увидимся в следующем видео пока